В Москве 1 мая полиция сорвала премьеру спектакля «Соседи» режиссера Сергея Генделица в театре «Док». Постановка основана на рассказах белорусов, пострадавших при разгоне протестов в Минске в августе 2020 года. Я не помню случая, когда бы полиция в советские времена, даже в советские, когда не выпускали многие спектакли, как не сразу выпустили спектакль «Высоцкий» в театре на Таганке. Но тогда Любимова дал телеграмму Брежневу в Ялту, что не выпускают спектакль «Московские власти». А Брежнев ответил телеграммой Гришину. Надо учиться работать с творческой интеллигенцией Брежнев. Это телеграмм-магичный музей, театр сегодня. Я не помню, когда последний раз полиция срывала премьеру. По информации признанного в России СМИ, радио «Свобода», это СМИ признанное иноагентом, примерно через полчаса после начала спектакля в зал пришла полиция и что? Сообщилось, что получил сигнал о заложенной в зале бомбе. Все зрители и актеры были вынуждены покинуть помещение. Почему-то у многих сложилось предположение, что это был всего лишь предлог. После послания Владимира Путина нации, где он очень тепло говорил о Лукашенко, с болью. Такие вот действия полиции под предлогом, что бомба. Интересно, а когда в театре ДОК состоится второй спектакль, полиция тоже придет и скажет, что бомба. Подождем. Заместитель начальника управления собственной безопасности в СИН по Иркутской области арестован за получение взятки в размере 60 миллионов рублей. Посредник в передаче денег отправлен под домашний арест, сообщается на сайте Управления Следственного комитета России по региону. По версии следствия, в апреле 2021 года замначальника управления в СИН получил часть взятки – 10 миллионов рублей. Взамен он обещал прекратить оперативно-розыскные мероприятия в отношении нескольких руководителей коммерческих организаций и не представлять результаты этих мероприятий в органы следствия. Общая сумма взятки, еще раз скажу, должна была составить 60 миллионов рублей. Очевидно, эти коммерческие организации были связаны с СИНом контрактами. Центробанк впервые проиграл в судебном разбирательстве российской кредитной организации, сообщает Лентару Азиатско-Тихоокеанскому банку, проходящему процедуру санации. В суде ЦБ пытался взыскать с руководителей банка ущерб, понесенный в результате санации. Его размер регулятор рассчитал как разницу между доходом, полученным от вложения средств в АТБ, и потенциальным доходом от размещения этих же средств, надействовавшей на тот момент ключевой ставке наравнялась 7,5%. В России могут ввести скидки на деревянные домокомплекты. Минпромторг направил в правительство проект постановления о субсидировании с федерального бюджета выпадающих доходов лесопромышленников, связанных с предоставлением таких дисконтов покупателям. Об этом сообщает коммерсант. То есть, фактически, Минпромторг предложил давать скидку в 10% всем гражданам, которые хотят приобрести комплектующие для строительства деревянных домов. Пади плохо, давно бы так. Роскосмос создал космический аппарат «Возврат МК», предназначенный для доставки животных к Луне, сообщает РИА Новости. В заявке госкорпорации на официальном сайте госзакупка отмечается, что посредством аппарата «Возврат МК» должны, цитата, «осуществляться медико-биологические исследования совместного влияния факторов межпланетного полета на живые организмы». МВД России планирует обязать всех мигрантов для длительного нахождения на территории страны получать отныне единый электронный документ сроком действия 10 лет, сообщают в пресс-центре Министерства МВД России. Сроки введения этого документа пока не уточняются, сейчас разрабатываются лишь нормативные акты. В Преамурье гражданина Турции приговорили, сообщает Интерфакс, к шести годам колонии и штрафу в 10 миллионов рублей за взятку сотрудников АСБ. Гражданин Турции руководил одной из подрядных организаций и предложил оперативнику 5 миллионов, чтобы избежать проверок, которые выявили бы нелегальных мигрантов. Сотрудник ФСБ передал информацию о попытке подкупа руководства, ну и дальше сделка проходила уже под контролем Федеральной службы безопасности. В Санкт-Петербурге по подозрению в развращении маленькой девочки задержали режиссера Ивана Жербина. В проохранительные органы обратилась женщина с заявлением, что Жербин обменялся интимными фотографиями с ее 13-летней дочерью. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело. Я напомню, что ранее сообщалось об аресте актера, известного по сериалу «Улица разбитых фонарей» Никит Струков. Никита Струков обвиняется в педофилии. Имел какие-то свои отношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. При обыске квартиры артиста полиция нашла порноролики, мягко говоря, необычного характера. А владельцев Невской мануфактуры после пожара оштрафуют на 80 тысяч рублей. Невская мануфактура, напомню, сгорела полностью, пожар тушили аж почти три дня. Акционерное общество Невская мануфактура оштрафовано на 80 тысяч рублей после пожара в здании, который полностью уничтожил фабрику. Штраф 80 тысяч рублей – это максимальное наказание по данной статье. Какая статья? Невыполнение в срок предписания пожарного надзора. Это максимальное наказание по данной статье для юридических лиц. Стали подробности землезрясения, которое случилось утром 28 апреля в акватории Черного моря, в районе Анапы и Новороссийска. По уточненным данным, магнитуда составляла 3,4 балла по шкале Рихтера, сообщил Интерфакс со ссылкой на Единую географическую службу Российской академии наук. Довольно серьезно – 3,4 балла. Я напомню, что землетрясение произошло рано утром, в 4 часа 43 минуты местного времени. Эпицентр находился на глубине 10 километров в Черном море. Новороссийск от эпицентра расположен в 41 километре, а Анапа – всего в 37 километрах. И еще одна новость. Мишустин подписал распоряжение о выделении более 11 миллиардов рублей на стабилизацию финансового положения железнодорожных пассажирских компаний. Решение о дополнительной поддержке наших железнодорожных пассажирских компаний принято из-за падения пассажиропотока, который мы видим во всей стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова